На встрече с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций речь шла о принятых в этом году поправках в Жилищный кодекс. Много вопросов вызывает проходящая в стране реформа в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так, в правилах представления коммунальных услуг появился новый раздел, посвящённый расчётам за вывоз отходов. Плата будет рассчитываться по нормативам. Платить, исходя из объёма вывозенных отходов, собственники будут только в случае раздельного сбора мусора и если это указано в заключённом с оператором договоре. Это мотивация для потребителей. Хотите платить из факта, добивайтесь раздельного сбора. Но добивайтесь не от администрации, вот чтобы было понятно сразу и вам и потребителям. Добивайтесь от редоператора, потому что для организации раздельного сбора региональный оператор должен обеспечить возможность вывоза раздельного этих отходов. А это несколько дополнительных мусоровозов. Игорь Кокин обратил внимание на то, что входит в понятие твёрдые коммунальные отходы. В регионах, где уже действуют региональные операторы, возникает много проблем с перечнем того, какой же мусор они должны вывозить. По закону к твёрдым коммунальным отходам относятся предметы и вещи, утратившие свои потребительские свойства. Сейчас в стране действует федеральный классификационный каталог отходов. В нём появился раздел «Твёрдые коммунальные отходы». И там чётко написано «Твёрдые коммунальные отходы», что из себя включают. Отходы из жилищ, крупногабаритные отходы, отходы при уходах за газонами, древесно-кустарниками. Это всё входит в твёрдые коммунальные отходы. Также в правилах указано, что региональный оператор отвечает за предоставление коммунальной услуги только с момента погрузки отходов в мусоровоз. По словам экспертов, фактически это способ переложить ответственность на исполнительные коммунальные услуги, управляющую компанию или ТСЖ, которые должны загрузить мусор в машину.